Друзья, у нас на прямом включении Лиза Ясько и Лизавета Ясько, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», возлюбленная Михаила Саакашвили. Лиза, рад вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы сейчас в Грузии? Нет, я сейчас в Киеве. Меня перестали пускать. Последний месяц я, к сожалению, не раз видела Михаила Саакашвили. За неделю были отказы на все наши заявления видеть друг друга. Поэтому у меня работа в Киеве, нахожусь в Киеве сейчас. Лиза, мы не можем оставить эту тему, когда наш друг Михаил Саакашвили, великий президент Грузии, находится в тюрьме, несправедливо, необоснованно, в нарушении всех правил, норм и законов. Буквально в течение двух минут скажите, пожалуйста, что сейчас с Михаилом Саакашвили? К сожалению, у меня никаких хороших вопросов нет. Если в декабре еще были какие-то надежды политических процессов, президент Грузии, например, говорил о том, что есть необходимость диалога, поиска решений, все-таки к Михаилу был достаточно непроблематичный доступ. Чтобы мы могли спокойно видеться и родственники, и адвокаты, и его соратники. К сожалению, 30 декабря в 2 часа ночи ему дали какие-то 4 таблетки, которых мы не знаем. Он не мог сопротивляться. Это происходило в военном госпитале Кори. Его перевели насильно в инвалидном кресле в тюрьму Рустави. После этого у него нет права на конфиденциальное общение с адвокатами. Общение только идет через стекло с родственниками. У него нет возможности увидеться. Международных, например, дипломатов или депутатов не пускают. Врача личного с тех пор, как перевели с больницы в тюрьму, тоже до сих пор не пустили. Более того, те независимые медицинские комиссии, которые существовали, у них тоже теперь нет доступа осмотреть его здоровье. Поэтому, к сожалению, ситуация плохая. Орган, который расследовал преступления против Михаила Саакашвили, это такая госинспекция, так называемая, ее 30 декабря, если не ошибаюсь, ликвидировали, чтобы не было доказательств. Сегодня стала известна информация, что те видеокадры, которые записывались с его палаты, были уничтожены. К сожалению, мы понимаем, что человеческое отношение и такое очень сильное психологическое и физическое насилие против него продолжается. Конечно же, это очень тяжело. Надо на что-то надеяться, но я вам честно скажу, что новостей, к сожалению, за этот месяц хороших совсем нет. Ни по его здоровью, ни по каким-то другим вопросам. Все достаточно печально сейчас. Лиза, я хочу сказать, чтобы знали это и вы, и Михаил Саакашвили, и братский нам грузинский народ. Я не говорю грузинское государство, откуда нас с Олесей депортировали, за поддержку Михаила Саакашвили. Я говорю о грузинском народе, который мы любим. И чтобы весь мир знал, что мы следим за судьбой Михаила Саакашвили, и мы не оставим эту тему никогда до тех пор, пока гражданин Украины Саакашвили не будет здесь, в Киеве, в этой студии. Спасибо, Лиза. Спасибо, Лиза.